В ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС приняло участие более 600 тысяч человек. Александр Мартынов был одним из первых ликвидаторов. Он помогал строить бункер над разрушенным четвертым блоком. Александр был начальником механического отдела. В его подчинение входило более 25 человек – трактористы и экскалаторщики. На самом саркофаге работала техника наша, бульдозеры, например, разгребали завалы. Чтобы они работали, надо было именно кадровый состав обеспечить, чтобы всегда на смене были люди. Александр рассказывает, что все, кто находился на территории АЭС, носили с собой профессиональный прибор-дозиметр, который определял уровень радиации у человека. Следили, чтобы этот уровень был более или менее в пределах нормы. И каждый раз, пройдя по опустевшим улицам города, Александру и его соратникам приходилось сразу менять одежду. У нас спецкостюмов не было, спецодежда была. Если она загрязнена, то ее меняли. То есть на входе в каждую столовую стояли дозиметры, и когда входишь, проверяют. То есть если ты звенишь, ну он звенит просто дозиметр, значит идешь, меняешь. Ну, сколько-то комплектов поменял одежда. Сейчас Александр Мартынов – член общественной организации «Чернобыльцев в Сарове». Каждые пять лет всем ликвидаторам аварии вручают медали и благодарственные письма. У Александра их уже семь. Больше всего мужчина гордится орденом за заслуги перед Отечеством. Ирина Вашегородцева, Евгения Шевцова, Александр Мальков. Служба новостей, Саров-24.